Слава Богу! Продолжаем тему Пастерское служение За голову, за кровь Мы тебя благодарим За воскресенье Твое За победу Твою За голову, за кровь Мы тебя благодарим За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Благодарим Благодарим Тебя, Отец Благодарим Тебя, Иисус Благодарим Благодарим О Дух Святой За все За все Мы благодарим 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 За все Мы благодарим Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Царь Вселенной Благодарим Тебя за все За все За голгофу За кровь За милость Твою Дать Что искуплены От суетной жизни Прилеги Нам от Отцов Не какой-либо Драгоценностью Но самой величайшей Драгоценностью Во всей Вселенной Кровью Чистого и непорочного Агнса Аминь Слава Иисусу Христу Братья Сестры Продолжаем тему И я В первом уроке Много свидетельствовал Как раз О себе И говорил Как раз На примере Даже и своей жизни Что Для человека Важен На самом деле Призвание Божьим Важен пример В жизни Вот И Также я убеждал И убежден я На все сто процентов Что взирать Надо на образ Совершенного Верующего А это Сам Иисус Христос Никто иной Как сам Иисус Христос Пример На все времена Образ Совершенного Верующего Начальник веры И совершитель веры Иисус Христос Тот кто есть На самом деле И Альфы И Омега Начало и конец Первый и последний Аминь И вот Кстати Вот Пару слов Сегодня у нас 11 сентября Кстати Вспоминается трагедия Да В Америке В Нью-Йорке 11 сентября Начало 21 столетия Было ознаменовано Вот этим терактом Значит И этой трагедии Тысячи людей погибли И знаете Вот До сих пор Просто вот Вспоминаем об этом И конечно Ужасаемся Но Но Многим христианам Порой даже чудно Почему мусульмане Вот Ну и не просто мусульмане А такие вот экстремисты Террористы именно Да Исламские Радикалы именно Радикалы Они решили именно 11 сентября У них было несколько дат Назначено Вот На выбор Они предполагали сделать это В одно число Потом в другое число Но в конце концов Основились на 11 сентября У них свои соображения На эту тему Вот Значит Но Некоторые пасторы Американские Были очень сильно удивлены Вот Значит Потому что Согласно Вычислениям Даже И обсерватории НАСА И Другим исчислениям Библейским исчислениям Иисус Христос Родился Именно В середине сентября Вот По нашему Исчислению Получается Но Четвертый год До нашей эры Именно выпало Как раз на 11 сентября Его рождение Вот Значит И Значит Ну Так что Мари Крисмас Но вообще-то его Рождество Конечно было связано Не с Юлианским календарем И Григорианским А связано было с Библейским календарем И вот Сейчас месяц Элул Идет Элул 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 Это слово Оно как бы Ничего не значит Вроде как Но Это слово Воспринималось Всегда И воспринимается Еврейским сознанием Как аббревиатура Четыре буквы И это Из Писания Из книги Песни Песней Шестая глава Третий стих Шестая глава Третий стих Песни Песней В книге В книге всех книг Есть Песня всех Песней А в ней Есть стих всех стихов Он звучит так буквально Они Ледоди Ведоди Ли И если взять четыре буковки Все Начало этих слов Сложить вместе Получается Элуль Или Элул Элул И вот Спокон веков Воспринимали Этот месяц Как вот Именно Вот Указание На этот стих Я Принадлежу Моему Возлюбленному Возлюбленный Мой Принадлежит Мне Вот так Этот стих Перевели Синодальные переводчики Но Как в Ленинграде Я впервые услышал Я честно говоря Немного опешил Я другого перевода Не знал Кроме вот Синодального перевода Но в Ленинграде Тогда в 87-й год Начало 88-го уже было Начало 88-го года В Александр Невской лавре В семинарии тамошней Был я в гостях И Попал на несколько лекций Попал на очень интересные занятия В том числе Как раз по Новому Завету По Библии Интересно И там Был кстати тогда такой Очень известный там служитель Как его Януарий 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 Потом он стал Архимандритом Архимандрит Януарий Ну его так дразнили там Отец Январь Короче Вот Значит И этот Януарий Был очень известным Вот В советское время Лингвистом Ему В общем-то Прочили Судьбу Академика Но он Отказался в свое время Еще в 70-е годы От карьеры Ученого Ради Ну Священнослужения Вот И конечно Карьера У него Не получилось Но Все лингвисты Вот выдающиеся Лингвисты Старой школы Советской Признавали Его Вот именно как Ну светилу На самом деле Даже говорили так Вот там Сергей Сергеевич Аверинцев Был такой Академик Академии наук СССР Тогда Он считался лучшим лингвистом Вообще Ну как бы лидером Этой науки В СССР Вот значит Но Он Сам Сергей Сергеевич Признавал что Значит он считает Именно лучшим Ученым Именно Знатоком И старых языков Именно как раз Отца Януария Вот Да Который преподавал тогда И в Ленинграде И вот Значит И вот впервые я услышал такое слово Сильно Дальний Перевод Синодальный 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 Да Я немного это честно говоря тогда опешил Ну как бы Чудно как тогда было даже воспринимать Синодальний перевод Нет Дело в том что каким бы ты переводом не пользовался Каким бы даже очень сильно дальним Бог открывается Бог открывается Если ты молишься Если ты Имеешь общение с Богом Да Бог открывает тебе Из всего Даже из ничтожного там перевода самого Драгоценнейший ты получишь обязательно Вот и Ну Там несколько вариантов было Вот кстати вот Особенно с Ветхим Заветом конечно Ну Много примеров было Но самое интересное Сильно Сильно Дальний перевод получился Не потому что Были плохие переводчики в девятнадцатом веке Нет Были хорошие переводчики тоже Грамотные люди Но Из-за того что Церковь была Под властью Таким диктатом Жестким таким Императорской власти Вот И Ну Цезарепопизм Помните да вот По истории христианства я говорил как раз О истории Восточной Церкви Цезарепопизм Это что Система взаимоотношений Да Церкви и государства Когда государство управляет церковью Вот Такая была модель Очень жесткая Вот Поэтому была очень жесточайшая цензура Вот И многие тексты Синодальные переводчики Они переводили умышленно порча Порча Текст Значит Ну Там очень много текстов Сейчас Ну Да Самый шокирующий пример Такой для меня был Значит В Ветхом Завете Когда Жрецы Дубравные Вот эти вот Те самые Жрецы Дубравные Да Которых там Илья там Вот очень радикально с ними Поступил Вот значит Да Значит Оказывается там Никаких Дубрав и не было Никаких они не Дубравные Это жрецы Богородицы Жрецы Царицы Небесной Были Просто Если Если бы перевели буквально Как жрецы Матери Бога Или значит там Или значит Жрецы Царицы Небесной То это перевести буквально То тогда Это был бы соблазн для многих Православных читателей Так переводчики Так рассудили И поэтому придумали Слово Дубравы Вот значит Хотя там близко даже Дубрав нету Абсолютно не Дуба Ничего нету абсолютно Там Ашер Ашторов Стоит слова там другие Ну Астарта можно перевести В конце концов значит даже В конце концов можно так Но буквально переводится да Вот как Царица Неба И Земли Вот Царица Небесная Вот и Потому что культ Богородицы Он задолго был известен До нашей эры Вот и прочее Ну там много других переводов Еще Вот эти вот антисемитские вещи Эти все Кремлинам да Когда говорится Что мы насаждены Среди них А там А переводчики сенандальные Перевели как Вместо них Насаждены Вместо них То есть получается Теория замещения Оправдана Вот этим переводом Как бы получается То есть мы Насаждены вместо Израиля получается А буквально Оригинально там значит Павел пишет Мы насаждены Среди них То есть среди Израиля Церковь насаждена Не за место Израиля А вместе с Израилем Посреди Израиля Прямо высажена Вот так вот Так что Один садовод то у нас Один хозяин виноградника Все Виноградарь один Вот и И дикие ветви И природные Все все вместе Должны расти Потому что Бог не меняется И Он хочет всех спасти вообще Вот так вот друзья Много других переводов есть И вот значит И вот Как раз Вот этот перевод Они Ледоди Ведоди Ли Вот я говорил как раз В воскресенье Да В служении в церкви Наисвятейшая святыня Об этом как раз На самом деле Там не просто Принадлежность Имеется ввиду А то что я всецело в нем Он всецело во мне Он часть меня Я без остатка ему принадлежу Он мне без остатка принадлежит То есть это вообще Ну это Даже Вот это Ледоди Вот есть песня В пятницу поется Ле-ха-до-ди 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 Кра-ха-ха-ба Вот как раз Вот это Говорится О возлюбленном И о возлюбленной Говорится о Вот на примере Любви мужчины и женщины Да В песне о песне Рассказывается о Взаимоотношении Бога С народом своим Да Бога И человеческой души Вот Соединение В одно Вот Вот Ну примеры еще переводил я Значит тоже на занятиях В Новом Завете Когда Иисус родился Да то Сейчас как раз Время такое Предрождественское получается Если библейский брать Библейский Крисмас тайм Получается Да Вот И Мы проведем Рождественское такое И новогоднее служение 29 сентября вечером В этом году Вот И Рошхашана Да Рошхашана Ну это народное название вообще-то не библейское Рошхашана Библейское название Йом Таруа Йом Таруа День Трубного Зова Праздник Трубного Зова Праздник Как раз вот значит да С 29 на 30 сентября В этом году И значит Это будет как раз Праздник Трубного Зова И Это праздник Как и другие осенние праздники С одной стороны Исполнившиеся Частично лишь Но Больше для нас это праздники Будущего конечно Потому что это праздники Говорящие о втором пришествии Машьяха Да Как цари Уже Потому что При трубном звуке как раз Воцарялся Царь в Израиле всегда Вот И Царство Божье Оповещалось как раз Значит да Начало царства Царствования Да Спасибо Господу Потом значит Йом Кипур Праздник Значит День Искупления Вот По-русски обычно переводят Как Судный день Ну Даже вот есть выражение Война Судного Дня Допустим да На Йом Кипур была война Но в Израиле Но на самом деле Там слово Пур Есть вот жребий Там и буквально Йом Ха Кипурим Или Йом Кипур Это День Всепрощения День Покрытия грехов День Вот Суда Да Суда конечно Страшного суда Но Милость Превозносится Вот и прощение День Дарования Вот прощения Все покрытия грехов Вообще это прекрасно Поэтому правильный перевод Буквальный перевод Именно День Всепрощения Вот Царя царей Когда он да признает виновными Но Всякая плоть молчит Но он говорит Я прощаю Я Все и радость начинается И вот и потом Праздник Сукот Поставление кущей Поставление кущей Праздник шалашей Сука это значит шалашик Вот Ну Мы как раз и Будем тоже В суке сидеть Будем значит В шалашиках Ну Мастерим там что получится Даже в квартире там Так вот Хотя бы имитация такая Суки Вот значит И Мы учимся Мыслить так что С милым и в шалаше рай Вот И даже скромный шалашик Становится неприступной крепостью Если С нами всемогущий Бог Вот Но даже и крепость Большая Без Бога Она Ничто Вот Но праздник Осенний Сукот Как раз Поставление кущей Это праздник Говорящий О будущем Тысячелетнем Царстве Христа Для нас Это Репетиция Каждый раз Репетиция Грядущего Этого Царства Общего Царства Когда воцарится Господь над всей землей И Тысячелетнее Царство Будет Христа и Святых Его Удивительно Тогда Да Будет все это Спасибо тебе Господь И из месяца в месяц И субботу в субботу Будет всякая плоть Приходить на поклонение Господу Саваофу И праздник Поставления кущей Праздник Сукот Будет очень сильным в почете По всей земле Да А как вы думаете Когда вам будет Вообще Тысячелетнее Царство Просто интересно Что вам Бог сообщил Специально Специально Ничего там мне не сообщено То есть я не имею Честно говоря Откровений Слышал разные теории Слышал очень разные мнения Включая даже Самое такое Ортодоксальное Православное Значит В семинаре Я был очень удивлен Этому конечно Честно говоря Потому что я всегда мыслил По другому Читая Библию Вот Сообщалось нам Что Тысячелетнее Царство Уже началось уже С момента воцарения Христа Значит Одеснуя на небесах Своего Отца Значит Его Царство Тысячелетнее началось Но тысячелет Вначале думали Многие отцы Церкви Средневековья Что буквально Будет тысячелет Вот Потом Возникла теория Что это духовно Тысячелетие имеется в виду То есть Миллениум Как именно Вся история дальнейшая Это как одно тысячелетнее Царство Христа А церковь Торжествующая Правящая Да как бы Это Небесная церковь уже Те кто на небесах уже Вот А здесь на земле Это как бы Странники Мы здесь как бы Церковь воинствующая Странствующая Церковь воинствующая Вот такая теория Она сейчас очень Ну как бы В православной среде Ну процентов 99 Всех Значит Священнослужителей Православных так и мыслит Хотя В семинаре говорило Что ранние Отцы церкви Учили по другому Учили вот Буквально Как сейчас протестанты говорят Как многие католические Богословы говорят Именно о реально Воцарении Христа И В тысячелетнем царстве На самом деле Христа Значит То есть Я лично склоняюсь К тому мнению Что действительно Это так оно и будет Вот Грядущее царство Да Первое пришествие Второе пришествие Христа Для меня это Ну все логично Естественно Потому что Если мы Если мы Не берем Вот Второе пришествие То получается То получается Иисус Не все Вот Пророчества Исполнились Получается Какая-то Недоговоренность Знаете ли Должно быть Все исполнено Он не только Первое пришествие Это образ Раба Да Смиренный Ни вида Ни величия Униженный Оскорбленный Мессия Да Убитый Воскрешенный Богом Но второе пришествие Уже На облаках небесных При гласе Архангела При трубе Божьей Я верю В буквальное исполнение Таких Да Фантастично Звучащих Пророчеств Библии Но я верю Если Бог исполнял Такие Пророчества Библейские Что Уму непостижимо Человеческому Почему бы не исполнить Ему и это тоже Я думаю Да Я верю в это Что мы не все Мы изменимся Вот И что Что смертно Будет поглощено жизнью На сие самый создал нас Бог И дал нам Залог Духа Святого Думаю я Я лично в это верю Переживаю это Значит там Особых специальных откровений Об этом не имею Но Мое умозаключение Тоже в том Что это будет связано Тоже с осенними праздниками Господними Потому что Должно исполниться Писанием Должно исполниться Вот этим пророчеством Библейским И Господни праздники Они Говорят Действительно Вот Обо всем этом Пасха Пятидесятница Значит Да Это уже как бы Исполнившиеся праздники Для нас это уже Прошлое Вот Для новозаветных верующих То есть это больше праздники Прошлого Ну и сейчасшнего конечно Потому что наша Пасха Христос Он всегда с нами Вот значит И Пятидесятница Переживаемая нами Уже два тысячелетия Это наше Сегодняшнее Бытие Наше церковное Вот Праздник Весенние Летние праздники Для нас это все Праздники уже Исполнившиеся То есть там не осталось ничего Неисполненным Возношение первого снопа Это воскрешение Иисуса Христа То есть все О чем говорилось Пророчески Весенних праздниках Все уже исполнилось Вот Праздник Шивот Это дарование Торы С одной стороны Да С другой стороны Это уже излияние Духа Святаго То есть все исполнилось А вот Осенние праздники На днях Вот нам предстоящие Осталось чуть больше Пару недель Вот здесь конечно Очень интересно Здесь Больше загадки Честно говоря Здесь Больше говорится О будущем Лишь Да в ожидании Лишь в малой степени Эти праздники Исполнились В очень малой степени При первом пришествии Иисуса Христа Исторически Да Значит Рождество Иисуса Христа Хотя Церковно По традиции Православной Католической Протестантской Принято в конце декабря Начало января По-прежнему Праздновать Рождество Христа Это Сила традиции Это сила привычки Думаю Ничего страшного Я думаю Хотя многие видят в этом криминал Ну я Смотрю на это Как на Просто неизбежную Силу Неизбежную силу Традиции Вот Лично я Проповедую И в декабре И в январе В разных собраниях И православных И католических И протестантских Но я говорю Что самое главное Даже если мы празднуем В другие дни Самое главное Сам факт Рождества Христа Я рассказываю о том Чтобы Христос Родился в сердцах Ну а Исторически Именно В Господне праздники Лучше праздновать Конечно Потому что Знаете Я праздников много знаю И наших православных Католических Протестантских Много всяких праздников Но самое интересное Большинство верующих Процентов 99 Пока Вот кого я знаю И пастырей И служителей И простых верующих Вот как-то проще Праздновать Что угодно Семейные даже праздники Церковные Языческие Оккультные Даже что угодно Но только не Господние праздники Вот как бы Вот почему то Когда за Господние праздники Говорим Вот именно Когда Бог говорит «Это праздники мои» да? У большинства людей Сразу штыки Ну Не-не-не Это законничество Не надо мне это Не надо Вот что угодно Буду праздновать Но только не это Вот это такой тихий, скрытый бунт такой, знаете ли, я с этим уже много раз сталкивался просто и сталкиваюсь, поэтому я понимаю, что гряди Господи Иисусе, я вот лишь только одно говорю, гряди Господи Иисусе, потому что когда Он придет, Он все точки над И расставит То есть Он придет и исполнится Писание, исполнится и все будет чин по чину, все будет понятно, даже, скажу, даже те, кто категорически противится сейчас, допустим, да, Слову Божьему, есть такие же товарищи, которые вообще там, еще не товарищи, да, которые вообще сейчас, ну, просто реально восстают против, значит, проповеди Евангелия, против Богопознания Но при втором пришествии, да, когда, одним словом, смотря в глаза любви, невозможно вот остаться вот в таком ожесточении В этом, в хорошем смысле, какой-то гибнотизм любви и в этом мое объяснение, понимание для самого себя, по крайней мере, как это произойдет, как Иисус воцарится и вдруг все люди скажут Аминь, Аллилуйя Ну, правда, все равно будет еще некоторое такое, партизанчины какая-то будет, знаете, это такое болезни не открытых форм, а скрытых форм Потому что некоторые не захотят приходить на праздник, да, значит, там написано, да, племя Египет, у египтян будет проблема, да, не захотят приходить на праздник поклонения, да, Богу Вот, в чем мы будем в Иерусалим ходить, в чем будем в Израиль ходить? Мы сами с усами Вот, значит, и у них не будет дождя, и это будет знаком для всей остальной земли Будьте внимательны, не делайте, как они Вот, и потом, значит, то есть у египетян еще проблемы впереди будут Вот, но, значит, ну, по крайней мере, такого открытого бунта не будет Тысячи лет будет такая вот идиллия определенная Вот, болезни, конечно, останутся все равно, определенные человеческого духа Но они будут скрытых форм таких И когда, опять-таки, удерживающий опять позволит вскрыться всему этому Опять вся зараза поднимется наверх Вот, потому что, знаете, вот действительно Ну, смотря в него, смотря в его глаза, ну, невозможно просто-напросто Вот, не очароваться, невозможно не влюбиться просто вообще Вот, Иисус мог бы и при первом пришествии, конечно, так поразить все общество Вообще, он мог бы воскреснув, по крайней мере, даже Вот, прийти там в дом первосвященника, там, пройтись по улицам Иерусалима, в конце концов Показать руки, ноги, смотрите, потрогайте Зайти там в Понтипилату, я думаю, у него получилось бы И сказать, смотрите, распяли, вот видели Но он хочет не этого Он сделает это, но сделает потом А тогда он хотел и хочет сейчас, чтобы изнутри, из нашего естества Вот эта ответная любовь была, не под нажимом каким-то Потому что чудо – это всегда некий элемент насилия есть над волей человека Чудо, оно всегда в себе несет некий элемент насилия Блаженно не видевшие, да, но уверовавшие Блаженно не те, кто под нажимом каких-то вот этих знамений, чудес уверовали А те, кто действительно изнутри своего естества, сердца Ответили своей любовью на его, безусловно, любовь Вот это подлинно блаженное любовь Вот, сто процентов Я помню, завидовал даже одно время Ну, это давно было, слава Богу, Бог избавил от этого Вот, одно время было, что я завидовал Лет 15 назад еще Ловил себя все время на том, что я Я себе не признавался, но время от времени ловил себя на том, что у меня есть эта зависть, оказывается Не думал никогда, что поймаю себя на этом Вот, значит, завидовал тем Слушал я разных христиан Разных, лет 20 назад начал как раз общаться с христианами разных конфессий И вот тогда как раз и началось Я стал общаться с разными верующими и слышу очень интересное свидетельство И мне было интересно, как это люди вот не видели Бога, не видели ничего И они так верят в Него, так любят Его Я вот по-хорошему им завидовал, честно говоря, таким людям Вот, потому что за себя, ну, я был перед Богом Я видел Его, я видел Господа и, то есть, мне невозможно было, чтобы, ну, не знаю Я видел и я, поэтому я знаю, я просто знаю это, что, вот, ну, он более реальный, чем я реальный И этот мир весь реальный, понимаете ли? Но, когда я слушал разных братьев, сестер и восторгался их верой Думаю, надо же, они же не видели ничего Они не видели Бога, они не были на небесах Они не знают ничего вообще Но они так Его любят И у меня вот, я ловил себя все время, вот, какая-то зависть возникала к ним Думаю, знаете, зависть какая? Как вот, наверное, у инвалида, вот, который лишен чего-то, да, допустим, да А вот другие люди здоровые имеют это Вот, вот, у меня было нечто подобное Потому что вот это чувство, что у меня что-то атрофировано Оно есть у меня тоже, но оно мне вот атрофировано, не работает как-то А вот у других оно работает Вот это какой-то орган какой-то, вера, вот это блаженство какое-то Но за последние годы Бог от этого избавил, от этой зависти Потому что тоже, когда несколько лет там вообще ничего не видишь и пустыни И вот, потом, спасибо Господи, начинает работать вот это вот как раз Ты уже и забываются небеса, забываются то, что вот это Потому что уже прошло, вот, почти 40 лет прошло после встречи нашей с Господом Вот, моей встречи с Ним Вот, значит, когда я пережил с Ним встречу такую, что вот умер Был пред Богом, вот, пережил с Ним встречу и потом вернулся в тело Еще не было 13 лет мне, вот, я влюбился в Него по уши просто вообще Я просто влюбился в Него и потому что я смотрел в Него глаза, в Его глаза И я ноль информации знал о Нем вообще, ноль, абсолютно Никакой информации До, за секунду до смерти у меня не было никакой о Нем информации абсолютно Даже что Бог вообще есть в природе Что есть какая-то загробная жизнь вообще Я ничего этого абсолютно не знал, абсолютно ноль Вот, вырос в советской традиции, лучшей, как бы, советской традиции Барсизма, ленинизма Вот, значит, и, знаете, но Умер я от пневмонии, двусторонняя пневмония Значит, и врачи, когда спохватились, то было поздно уже Оба легких оттекли и констатировали смерть мою Все, значит, молодой человек, еще не было 13 лет мне Вот, значит, 12,5 лет и моя жизнь оборвалась, все Вот, значит, но этот момент, последние секунды жизни Я помню, как я умирал, это было очень больно И самая страшная, не физическая боль А какая-то такая моральная какая-то, не знаю Что природа несправедлива, что я жил, что я не жил Как-то все глупо как-то Я никогда в жизни до того не думал, зачем я живу, почему живу вообще Ноль, такие вопросы никогда у меня в голове не были Самое интересное, последние секунды жизни, когда я вот уже выдавливала из тела меня Просто выдавливала И нельзя было этому противиться абсолютно Оно как, вот знаете, как вот каток наезжает на Вот асфальт катает, вот напомнило мне Невидимый огромный такой ледяной каток, который выдавливает тебя Как вот из тюбика пасту, допустим, выдавливает Вот, и я понимал, что сейчас додавит Вот в ногах меня уже не было, здесь меня уже не было Потом и страх такой был, оцепенящий страх Хотелось кричать, но даже кричать я испугался даже И потом такая мысль уже взрослая, как бы, что Ну что сейчас, кричи, не кричи, не врачи не смог мне помочь Ну мама сейчас плачет, но она ничего не сможет помочь Вот И потом последняя мысль была, что природа несправедлива Чувство обиды было, что я жил, что я не жил Мне было обидно, что мои сверстники завтра в школу пойдут Мне не будет Как лампочка перегорела, все выбросают И все, значит, вообще И когда додавило сюда Я стал хрипеть Очень больно было Как будто на себя плиту такую наложили просто вообще Жуть Страшно, очень больно Вот, значит, и я знаю, что вы выходите с тела не понаслышке просто Вот Сейчас уже, конечно, прошло почти 40 лет Уже много что забылось, конечно Впечатление само это забылось Но кое-что помню Вот Но тогда было все очень жестко, конечно Вот Потому что жестко, знаете, что Когда человеку никакой информации не дают Когда он не знает, что есть что-то потом Я думал, что сейчас все Я умру и закончится моя жизнь Все, все, закончится сейчас Но когда умирал, я понимал, что я умираю Но когда умер, я не понял, что я умер даже Потому что я не исчез, не испарился, не растворился Не перестал существовать Наоборот, как будто бы я только проснулся Я бы, как будто вот 13 лет я спал И мне снился неплохой сон Да, все было хорошо Реально тоже Но Я был более реальный уже И в более реальном мире, чем этот реальный мир Вот И Я знал, что это Бог Я знал Все Там все знаешь сразу Там Это, знаете, как вот Пример Вот у меня Android, да, допустим Если там, допустим, ты долго Там Долгое время он лежал у тебя И не включал его, значит, да И не обновлялось ничего Потом раз Включил Значит, и Wi-Fi Все, значит, там И Сразу все эти Приложения Идет Десятка, два, там, три Сразу Апгрейд Все это Обновляется все Но там намного быстрее Там Там ты полностью Ты все знаешь сразу Все знаешь Вообще Что, почем Здесь я слова Мало что знаю Почти ничего не знаю А там я все знал Вообще Вот И знаю, что это Бог Он такой хороший Вообще Это Ой Я помню, опять-таки И умирал с чувством обиды И вот И там тоже обида была Немного такая Пронеслась такая Волна, как бы, такая Обиды Что, надо же, думаю Мне не сказали, что Бог есть Вот Мне так обидно было Что Как же я позорился Знаете, вот Хоть провалился А там провалиться некуда Вообще, знаете И он такой хороший А я такой Мне казалось Я самый плохой мальчик Что жил на земле Вот Мне прям вот Потому что там Свою жизнь все видишь Там нет Прошло В настоящее В будущем Там классно И здесь тоже хорошо Тоже классно Вот Время тоже хорошая Очень вещь Вот Со стороны С времени, да Когда живешь В этом потоке времени Да Вечность смотрится Очень так Ну Завораживающе Красиво, да Думаешь об этом Когда Но с позиции Вечности Время смотрится Тоже очень красиво Вот Знаете Напоминает реку Вот Жаркий Представьте День, да Ты окунулся Вышел Из воды И вот тебе хочется Снова Окунуться в речку Вот Когда вышел Из времени У тебя Тяга Оно 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 Знаете Вот было Для меня Вот как для художника Но я тогда учился В школе такой В школе художественной Знаете Я Все время Коллекционировал Но в советское время Там В 70-е годы В конце 70-х Много там Доставали по блату Тогда Начало 80-х Особенно на Олимпиаду 80-х Году Там Родители по блату Достали альбомы Репродукции Значит Мастеров старых Ну и некоторых Новых художников Вот Тогда по большому Блату доставали Такие вещи Вот С Ленинграда Привезли Значит Я был очень рад И у меня была До того Большая коллекция Всяких Вырезал Всяких журналов Всякие репродукции Особенно меня Впечатляла Вот эта вот Леонардо Да Винчи Мадонна Щегленка Мадонна Лита У меня было Репродукции Наверное Десяток Не меньше Разных очень Я бывало Часами просто Рассматривал Разные эти репродукции Вот Ребенком еще сидел Значит И мне так нравилось Просто наблюдать Просто смотреть Сравнивать И мне интересно было Вот какая же На самом деле И потом После Олимпиады Мы поехали Как раз В Москве были На Олимпиаде А потом После Олимпиады Поехали туда В Ленинград И я просто Влюбился сразу В Ленинград Вообще С первого взгляда Особенно вот Эрмитаж И был возле этой Мадонны Литы Вот я помню Своего еще Детского такого Юношеского Еще такого Очарования Знаете Вот Я помнил хорошо Все эти репродукции Вот какие у меня были Мадонны Литы Но Когда увидел Реально Вот Работу Эту У меня был такой стресс Вообще Это просто не передать Вот Ты видишь Настоящее Настоящее Это не копия Знаете Вот то же самое Здесь на земле Много хорошего Тоже хорошее Классное Но это как репродукция Они тоже хорошие Красивые Да Можешь их рассматривать Можешь жить этим Да Но когда Ты сталкиваешься С настоящим Вот там Настоящее Ну ладно Сейчас я могу Одним словом Бог хороший Я как раз Тоже на служение Там сказал Что Это говорю Не подхлемаш Это не потому Что я священник И обязан На нем только Хорошее говорить Нет Нет А что нибудь Он говорил вам Или вы просто Ощущениями воспринимали А знаете Там совсем другое Там Там Даже не надо Говорить Вообще Там Ну как телепатия Что ли Как не знаю Даже объяснить Там Там все сразу Понимаешь Вот И Да Они были